приветствую друзья с наступившим Новым Годом зрителей гостей подписчиков нашего канала перед тем как начать тему обзора нашего МАС-537 хочу немного остановиться на теме которая буквально потрясла всех события в Казахстане не буду вдаваться в детали все это на слуху все мы смотрели как я анализировали все это как я и все мы поняли откуда и что как и почему не добавить не прибавить единственное к этому хочу сказать добавить всегда говорил говорю буду говорить что Россия как никогда сильна и подтверждение моих слов и не только моих слов а многих многие об этом понимают события последних дней как никогда и кто бы там не хотел не желал иного развития событий по-другому не будет как бы кто не желал подобного в России развития событий даже не надейтесь даже не надейтесь есть это не только я вам скажу многие из нас подавляющее большинство россиян и не только согласятся со мной и скажут то же самое как бы трудно не было проблем у всех стран у всех народов как бы то ни было Россия в данный момент уверенно крепко стоит на ногах и чувствуется уверенно и внутри и на международной арене все мы это видим особенно сейчас трудности проблемы я не вижу их все зависит как всегда говорю все зависит от каждого из нас условия созданы для жизни для работы для отдыха по работе работа есть любая любая есть работа у нас любая категорично заверю любая есть работа у нас даже не обсуждается все зависит от каждого из нас еще раз говорю не надо искать виноватых ищите причины в себе все ну а теперь продолжение нашего прошлого выпуска завершающий итогов выпуск декабре месяце буквально в канун нового года и сейчас немного продолжение информации я остановился на основных моментах эксплуатации обслуживания сегодня продолжим эту тему и так основу вождения я еще должен дополнить к этому разделу движение в горах то что и впишет инструкция я это все доношу вам своими словами судя по комментариям классом выпуску прошлом обзору эта тема заинтересовала эта тема неожиданно для многих то есть эта информация и так движение в горах инструкция не рекомендует остановки на подъемах на спусках не рекомендует если вы остановились имейте ввиду что на спуске горные упоры ставим учитывать нашу особенности задней скорости то есть если вы из сборных упоров должны съехать заднюю скорость включить у вас это никогда не получится теория под тяжелым грозам по тяжелой массе то есть вам просто придется после устранение причин по которым вы остановились просто переезжать их на подъеме намного намного легче по разным причинам остановки на подыме по тех неисправности по дорожным условиям ничего страшного для многих это будет и то что открытие просто неожиданно будет вот я сейчас скажу на подъеме при вынужденной остановке как правило это вынужденная обстановка аварийная обстановка ни в коем случае это рекомендация и это должен знать каждый не выключать скорость конечно же на подъеме мы идем на 1 на 1 пониженная и как правило с заблокированным дифференциалом коробки передачи то есть на полных блокировках мы идем ни в коем случае не выключаете эту первую скорость единственное просто ручным управлением рычаговым управлением ручным газом установите те обороты которые необходимы для того чтобы вас машина не подаваясь назад с места понятно сказал и потом ставьте ручник и вас не то что 100 процентов 200-300 процентов вас машина никуда даже горные упоры надо поставить и согласен надо положено но даже без горного упора вас машина никуда понятно сказал ни в коем случае не выключать я познаю интуитивно рука так и тянется выключить скорость нет это не на механика где мы с цеплением выжимаем рычаг выключаем коробки передач нет здесь вас будет держать гидротрансформатор почему я об этом говорю напоминаю или довожу до всех до кого-нибудь практика ни один ураган не один ураган улетел с подъема этой причины скорость выключили по тормозам у кого есть тормоза у кого нет на ручнике с нету тормоза не просушены и мы летим вниз скорость вас всегда удержит ну-ка но только не надо выключать ее изначально вот запомните это вот это момент хотел бы донести до вас еще возвращаясь к подъемам бывает зимнее время особенно подмерзает механизм включения и блокировки раздаточной коробки бывает не всегда на бывает конденсат скапливается подмерзает добывает мы снизу включаем при включении блокировки что мы делаем выключаем дизель конечно же полный остановок выключаем дизель включаем рычагом на рулевой колонке мб пониженная и блокировка это положение рычага раздаточной коробки и слышим этот включение не щелчок а слышим это включение то есть на панели по крайней мере на моем урагане этого не было индикатор никакого может быть потом появился нет с моего урагана который дизель 1979 79 года выпуска этого не было то есть чисто звуковой индикатор мы его слышим если кто-то в суматохе прослушал или посчитал что он включил всякие ситуации бывают и вы пошли на подъем вы конечно же заруетесь заруетесь летом на песчаном подъеме обязательно на крутом подъеме на гравийном заруетесь обязательно с большим грузом с большой массой обязательно заруетесь не говоря уже о зимнем покрытии снег наст говорит устранив неисправность включение это блокировка чем и только что говорю конечно же пойми лампы горячим воздухом естественно вы включаете и тут же спокойно с места трогаетесь наш орган всегда я это говорю повторяюсь и буду говорить он может себе позволить тронуться с места на подъеме при включении при устроении той промашки неисправности который то что сейчас сказал при трогании на по зимнему покрытию по снежному конечно же тут уже нужна подсыпка естественно данной ситуации обязательно подсыпка или цепи как этим пользоваться ролик на канале известен и он есть дорога не с места по снежному хорошо и описание дам ссылку на этот ролик вот такие моменты по движениям в горах я хотел напомнить то что я просто раз по моему упустил основные моменты дальше ну и сейчас эксплуатации как бы у нас основные моменты все обслуживание ремонт нашего ураган с учетом того что последний наш масс выпускался в середине восьмидесятых годов прошло очень много времени с учетом того что очень трудно сейчас надеть не запчасти резина технические изделия те же ремни тирсоники те же манжеты дарим не 1320 ремень на наших компрессорах эту цифру должен заполнить каждый номер этого виния чуть больше чуть меньше я согласен конструктивная регулировка она позволяет плюс минус от этого назначения позволяет но только учитывая надо то чтобы с вашей будет сильная натяжка то есть окмелевка уже не осилит сильно малый размер от этого значения вы потеряете шлицевую привода компрессоров шкива привода вы потеряете однозначно я об этом говорю в будущих выпусках сейчас напоминаю потом начнется восстановление поиск или замена повышающей передачи не доводите до этого аккуратно работайте с ремнями я согласен такой ремень заводской сейчас трудно найти ищите подбирайте работайте со шкивами но только берегите не забывайте аж лицевой аж лицевой не забывайте потеряете ее это можно быстро очень потерять это говорю тем кто прогретает эту машину кто эксплуатирует машину тому он знает об этом сам уже на горьком опте то что я тоже проходил казалось бы ремень на что такое время ремень нужно на помпе потерять на кразе также можно потерять вернее от 3 не мог потерять тоже помпу шкив привода помпу тоже тоже ничего нового тут нет по повышающей за упомянул тоже хотел об этом сказать ремень повышающая ребята шлицевая учитывает это натяжение натяжение ремни ушек это с наше все это говорил по трясе буду говорить то же самое ремни вентиляторов белазовский подходит проблем никаких нет то же самое натяжение не ленитесь завод допускает 23 23 подтяжка не больше не ленитесь поставили ремни делать и притяжку там не сложно там поработать надо додумать немного руками ключами отвертками пассатижами не ленитесь это делать проехали немного подтянули раз-другой все забыли только не перетягиваться не вздумайте потеряете ту же шлицевую на редукторе привода вентилятор повторится та же история за то что там натяжение вернее включение вентиляторов электромофты и вырубокова не работает работайте болтами там все это присутствует якорь блокируется болтами инструкция пишет в зимнее время работаем на нофтах в летнее время на заблокированных шкилах якорь даже инструкция об этом упоминает при нем по сальникам не спешите приобретя машину с учетом до возраста нашего тягача и 10 не 20 30 лет и так более не спешите выбраться от сальник из трансмиссии не спешить покатайтесь посмотрите не спешить их очень трудно достать родные армейские каталожные номера там мы все знаем не спешить поездить у нас тягач не скоростной не для трассы в тяжелых условиях тем более горах работаем в таге в тундре на трассе мы конечно редко появляемся я почему бы там говорю конечно же на скорости слабый сальник он не выдержит если вас устраивает допустим ваша галатация который то что я говорил потерпите не спешите выбрасывать эти сальники их там два стоит как правило по редукторам по всем редукторам как брака правило два стоит бортовым по колесной передаче тоже самое не обязательно то вы будете делать там сразу видно будет что у вас сальником как правило несмотря на время эти сальники должны выдержать именно сальники да и манжеты до манжеты сейчас дойду до тормозных не манжеты там другая история совсем не спешите рулевые сальники сальники поворотного устройства шрусы о которых надо тоже сказать шрусы кстати поворотного устройства инструкция допускает использовать это 24 что я всегда и делаю немного бодяжа маслом мт16 но как правило основная часть больше половины литов 24 потому что мы знаем на поворотных почему всегда у нас мокрая резина и все прочее весь узел рано или поздно десанники сдадут искать их проблематично будет литов себя оправдывает но после 10-15 тысяч надо вскрывать и посматривать за упорными втулками это не только касается нашего урагана тоже история на края на Урале упорные втулки теряем теряем шрусы теряем поворотные но это это должен знать каждый шрусы шариковые очень оправданные очень надежные за всю мою эксплуатацию с учетом обслуживания то о чем только что сказал они себя оправдали за все 17 лет мы работаем на этом тягачи оправдали по обслуживанию ролик тоже есть видео на канале за семнадцатый год по моему если не раньше не помню раньше за пятнадцатый год тоже на канале найдете там где ремонт ровозной системы там это все показано визуально как это все делаем по бортовым по колесам по тормозам обслуживание полностью просто время терять не будем сейчас на это так модуль gt коробка модуль я удивляюсь поражаюсь надежности этого узла именно с учетом этих всех резино-технических изделий первый раз мы заменили коробку я уже упоминал по неисправности задней скорости это было в пятом году после пяти лет эксплуатации не было нареканий по этим кроме задней скорости ни по каким узлам ни по каким позициям этого модуля ни по питанию по планетарке кроме задней скорости не было так же как не было и в последующей эксплуатации с пятого года по восемнадцатый год не было ни по каким позициям задней скорости научитесь работать она у вас тоже было так же работать долго как у меня она работала вовремя переключаться соблюдать температурные режимы в планетарке в гт не паниковать 125 115 допустимые температуры по коробке по гт не паниковать есть аварийный индикатор аварийный сигнал сигнал в кабине он даже вас предупредит об аварийной температуре не надо паниковать 115 по коробке 125 по гт допустимый завод допускает температуру масла так что еще уровне работа санников это уровне по всем агрегатам перельете санники теряем надо по моему излишне говорить это азы и так тормоза ураловские тормоза не эти которые сейчас пошли пневмогидравлика ураловская которую мы все знаем хорошо она идентична тормозам тормозам нашего маза один в один почти конечно уже все это масса габариты другие и у нас два колесника набрали один но принцип один в один особенно главного тормозного один в один я к чему это говорю к чему это говорю не первый раз уже самая надежная и мощная тормоза но с учетом обслуживания и умения работать с ними ничего сложного нет за все эти годы я справлялся и хорошо жил дружно с этими тормозами на урале это еще легче сделать еще легче сделать ничего сложного еще раз повторюсь ничего сложного обслуживание и всего лишь обслуживание и всего лишь то есть поршень главное тормозном должен ходить от руки то есть чтобы был возврат если у вас нет возврата о чем говорить конечно же у вас нет тормозов то есть манжеты к чему мы к чему мы и подошли манжеты конечно же после приобретения маза допустим на сегодняшний день не обязательно вскрывать тормозную систему и менять манжеты не обязательно если будет необходимость приступаем к этой операции вскрываем меняем манжеты все все манжеты которые там есть меняем нет не можете найти делаем сами как мы это делали много лет сами матрица на ту и на другую манжету кстати рабочие манжеты подходят и на колесники одинаковые цилиндры все упоминал тот же ролик смотрим по обслуживанию тормозной системы если вы будете покупать с развала в сети где-нибудь сейчас могу предлагается главный тормозной пневмогидравлик вы уверены что там не придется менять их вы просто купите железо потратите много много тысяч сейчас они дорогие последний раз смотрел 17 или около 20 тысяч в сети все равно придется менять резину о чем я только что говорил так что не стоит сразу бросаться и покупать то что лежало на складах и уже почему именно саня к манжетве разница тормозная жидкость она по природе рассчитана она разъедает резину какая бы она ни была тормозная жидкость да а саняки работают с водой там щадящий режим а тормозная жидкость по-любому стоит машина у вас в работе все равно она жидкость достаётся периодически надо их менять ты его делать и меняем тут и вся разница так по-любому основное сказал да нанжеты пневматической секции там диаметр очень большой там также нанжеты нареканий никаких вот видите там жидкости нету нареканий никаких единственное что я делал как и требует инструкция обслуживания кстати требует инструкции не литол 24 нет не моторно не мт-16 а желательно желательно на касторовое масло нет уже задуматься что это где его взять но если не можете найти по складам по логистике по своей идем в аптеку покупаем да касторовое масло в аптеке работает тут и да чем и пользуется все эти годы хватает намного это бутылечка хватает намного работает и зимой и летом хорошо работает за счет этого всегда у меня в свете этот вызов работ так вроде здесь все пониже спускаемся колесником колесники там не только тормозная жидкость а там уже и вода там уже сложнее намного сложнее то есть почему тормоза пропадают на уралах на ураганах вовремя не разводим на урале разводка я по ней говорил не буду останавливаться в чем проблема разводки на урале тормозных колодок да проблемы есть я объяснял не буду останавливаться время терять у нас там мазина нашей разводка самая простейшая простейшая самая удобная я соглашусь в начальный период когда вы приобретаете сняли с хранения за все время хранения дюляревый корпус вернее чугунный корпус дюляревый корпус идет окисление согласен 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 вот там надо поработать но не сразу если будет необходимость поработать когда возникли необходимость а когда вас просто задымит барабан тогда эта необходимость и появится то есть окисление даст о себе знать ржавчина даже окисление то есть поршень не возвращается то есть утормозит этим окислением все восстанавливает и снимаете колесо снимаете полностью все бортовую забираете и добираетесь до колесного цилиндра тормозного одного и второго разбираете что было кстати показано на том ролике который будет в описании разбираете нулевочкой наждачкой устранили все вышлифовали манжету заменили обязательно и все больше там ничего нет страшного и колечко на входе которые обязательно тоже матрицы должны быть изготовлены токарем под это колечко если колечко не заменим а естественно при первой уже или при разборке дороги по любому его снимите его уже не поставите конечно же надо уже иметь в запасе и его аккуратное изготовление все допуски по размерам соблюсти обязательно иначе все будет потеряно также не будет расстаблаживание просто полженца клинит и все собираем я к чему еще должен еще что должен сказать после всего этого у вас от руки будет работать разводка там звездочкой нельзя назвать там много много зубчиков почти как можно сказать шлицевая основа этой разводки если у вас нет заводского зипа ключа для регулировки тормозов для разводки ничего страшного подойдет универсальный ключ которым мы откручиваем круглые гайки на пушевник допустим смотрим в интернете находим или подзипывающим у себя подбираем эти ключи достаточно будет этого вот вот эти все основные положения надо знать ребята надо соблюдать еще раз друзья полностью колесики обслуживаем полностью повторюсь еще и то подведу ничего страшного разобрали естественно для разборки для нужен съемник чтобы поршень вытащить корпуса колеса тормозного съемник показан видео по ремонту тормозного системы ссылку я также на него дам ссылка ссылка в описании я смотрю ссылку никто не смотрит ниже видно ссылка в описании этого видео аватарка видео заглавие и внизу описание или на телефоне если смотрим справа вверху галочка на эту галочку нажимаете если на телефоне смотрите открывается описание то есть такая строчка иероглифов много-много циферок синеватого голубого цвета нажимаете открывается видео это ссылка в описании смотрю или это надо объяснить может быть ссылки смотрят единицы информация самоценная там смотрят единицы кстати по заработной плате в каком-то ролике недавнем все показал что мы зарабатываем как мы работаем что мы получаем там всего лишь три человека зашло столько было вопросов всего лишь три человека зашло туда я просто уточняю может быть надо было об этом сказать так съемник да ну вы поняли где искать съемник как я показал как он работает как мы его изготавливали очень без съемников я не знаю там проблематично просто сделать выдавливать опять как выдавливать будете чем выдавить вы на ремонте разобранные как бы надо съемником конечно все разобрали обслужили зачистили промыли смазали заменили манжеты заменили кольцо на входе все это должно будет изготовлено матрицами где-то допустим приобрели это все все собираем аккуратно ничего страшного нету собираем нижний верхний собрали колодочки все на месте накладки заменили накладки там не клёпка там у нас болткайка идет что еще ну и все казалось бы если у вас все нормально у вас диск барабан барабан за всю свою историю я ни разу не менял ни разу то есть я работаю травмозами поцепа работал накатом дизелем торможил то есть хотя казалось в горах столько лет работали за 70 тысяч пробега там это минимум у нас было 70 да там и это все очень себя даже себя показало да вот все нормально все отлично работало тормозная система и собираем прокачиваем прокачиваем но понятно как прокачиваем это прокачка для всех едино как на любой машине которые на этих тормозах работают с дальним начинаем и пошли поехали по кругу передние задние тормоза они раздельные у нас да ну и что еще добавить так по тормозам прошлись что еще добавить по трансмиссии уровне конечно же обязательно уровне мт-16 везде мт-16 везде литов-24 по подшипникам и по поворотным устройствам это излишним говорить я уже сказал как все сомнения какие-то закралились или все время у нас есть сливные пробки на бортовых на колесных передачах откручиваем смотрим если масло серебрится металлом значит где-то вот что-то пора снимать где-то что-то металл пошел подшипник или допустим там по колесной передаче по сателлитам где-то там ищите где-то вот что-то случилось это как правило на задних мостах это частенько бывает да может быть кто не знает это будет не лишне знать не обязательно разбирать обслуживание само собой проводить если что-то где-то там время повторяться не буду по маслу смотрите на передних мостах у меня единственное что была проблема по колесным бортовым у меня с правой стороны передняя открутился расплентовался вал сателлита вот это единственное было постукивало так я определил постук да а так вообще самая надежная сама вся эта конструкция я уже не буду повторяться машина очень надежная что еще по редукторам бегом вкратце пройдусь четыре редуктора передний центральный второй передний проходной редуктор сзади та же самая история на задней тележке в горных в горных условиях передний проходной редуктор иногда себя показывает иногда показывает мы только пригнали машину в далеком 2001 году и что потихонечку потихонечку начал надергивать передний проходной потом все больше больше и больше в итоге пришлось его снимать смотреть вроде всего там на переднем проходном там дифференциал трения в самом редукторе где механизм проходной там стоит то есть из-за здателя декорода пасухи на этот проходной редуктор передачи крутящий момент там стоит дифференциал то есть этот дифференциал в переднем проходном передает крутящий момент на переднюю к Центральному и на этот же второй редуктор центральный вот этот дифференциал у нас стояла там муфта муфта до который стоит на задних мостах муфта центральных как называется муфта свободного хода то жестко муфта где-то чашка стоит у нас чашки не было вот это мы раз-другой сняли отрегулировали все равно на дергать на дергать то есть большая масса крутые подъемы начинают она не справа не справляется там сброс идет постепенно постепенно фитопа или что появляется и этот муфта на не срабатывает на этом блокировки на проходном редуктора на переднем мы больше больше не стали нашли редуктор то есть поинтересовались у людей нам подсказали и пришел нам редуктор первый проходной то есть там не чашки не муфты жестко уже не было просто просто волшеб все то есть идет крутящий момент с раздатки на этот вал там коническая передача идет и все разбег пошел то есть у вас заблокировано получается передний и задний мозг между собой всю нагрузку на себя берет что дифференциал трение да все нагрузку но справляется кстати когда и ничего страшного до списания это у нас конструкция дошла и спокойно по перевалам шли где-то там после любой нагрузкой уже не было технодергии спокойно и что еще надо сказать при осмотре машины когда в дороге там после поездки когда мы осматриваем этом уровне осматриваем там несложно машина высокая у кого что есть как и там я не знаю что-то бросить под себя у кого другой механизм там приспособа быстро поднес просмотрели полностью трансмиссию карданы редуктора там уровне просмотрели это не лишний будет и нагрев нагрев сразу ощущается на передних редукторах то есть это работают механизмы трения ничего страшного нет ничего такого нету ребят это все все порядка еще это нормально считается на задних редукторах там как-то поспокойнее поспокойнее вот это нам было сказать в принципе что еще сказать карданы любые там очень много когда на передач без нареканий не не было полосевые карданы я ни разу проблем не знал единственное задние задние задний редуктор проходной это у нас и от него полосевые шли на бортовую лево-право единственно там у меня был один момент у меня срезала крышки подшипник вот это было слабина это было посадка редуктора там резиновое уплотнение мы заменили потом и все центровали вот это было до 10 раз единственный раз вот эта проблема была а так ничего не нареканий никаких по проходным карданом передачи вообще никаких проблем не было мягкая идет повышайки на модуль gt коробка планетарная кто-то там оспаривал мягкая лета и нет ну и мягко называем там как по-другому еще тут дискуссия была такая в пределах корректности я думаю мы делим друг друга с этим товарищем но и мягко называем там единственное они подходят от ее серии соединение полностью подходит от белаза где-то даже по комплектующим она идет все это вот резиновая вся эта часть соленблок это медицина перебрать надо все отбила за что там со нас по белаза не подходит по диаметру проходному в этом соленблоке пришлось мне разбирать и свои ставить этот единственный до разницы все так есть чего взять проблем никаких с этим нету да с этим передачи вот это это смерть от повышайки никаких проблем нету так что это все основное положение так набегу пробежались ну то что я думаю надо было знать потому что я чувствую что-то где-то раньше не договаривал но сейчас восполнить эту перезагрузку сделок по этой информации это так что еще сказать больше добавить нечего это предыдущих ссылки буду делать что еще добавить резина колеса я уже где-то упоминал не раз что среди 10-12 тысяч мы меняли резину передний задний проблем замены резины демонтаж монтаж я не знаю у нас не было у нас приспособление которые в книге весь мы не пользуюсь у нас стихи не было просто два человека не справляется вполне еще страшно там объяснять на пальцы думаю не стоит там просто на проследишь на что особенность как и не только нашего колеса обода не единственное будь и ваш там что когда отбиваете пальцы вас оба сам диска что вас там не должно прыгать то есть висеть в воздухе опора именно в трех местах что угодно хоть кирпич туда выжить и камень хоть какие-то металлические у меня там были специально приспособлены всегда сбылось то есть диск вас не должен при ударе прыгать и вы высоко кольца отобьете вот это единственная особенность да надо сказать а так ну единственно просто разбирается просто то что там по массе да по массе ну это да есть такое разбираюсь очень просто там если у вас диск уже на выход будет тормозить просто флиппер на трех элементарная вещь или флиппер монтажечка тонко загнали туда и оторвали постепенно и все никаких проблем ребята нету два дня уходил у меня был помощника два дня уходила да очень все четыре с половиной накачиваем до четыре с половиной в круговую везде да перед зад не имеет значения резина хорошего что еще добавить ну казалось бы нечем добавить у казалось бы ты 16 везде я уже говорю повторяюсь никаких проблем нет ручник до поручнику по ленте ручника на раздатка где у нас он стоит там надо ребята я сейчас не могу на пальцах все это объяснить ну как мы там регулировки просто но там логически так поработать мышцы свои ничего там сложного нет там трех-четырех точках или руки это там просто элементарно просто все если ленту затянет перетянете вас она просто гореть будет до пламени дойдет не надо жадничать нормальный зазор оставляйте как положено там что лезвие пришло там допустим все свободно чтобы задевания не было и все спокойно кто-то мне тут говорил в комментариях ребята делились парашют когда пользуется парашютом ручником ручник затягивает а ленту отпускает не отпускает то есть вы без ручника фактически стоите без этой ленты вы когда затягиваете ручной рычаг ручного тормоза в кабине справа от себя вот затормаживаются прицеп полуприцеп правильно платформа сама как на ходу что и ленты что ли тормозительных это тоже неправильно получается вы ленту до расслабляете я уже говорю в предыдущем выпуске как мне работает и прошу там экран вы в эту всю магистраль в кабину на это уже не буду повторяться вот это надо было сказать об этом да ну и вообще-то в принципе все другими вопросы будут обращайтесь всегда поможем подскажем и ссылки ссылки смотрите этом для ссылки сделаю все казалось бы на сегодня что-нибудь добавлять посторонние на эту тему я не буду еще раз с наступившим годом всегда как все будет хорошо волноваться нам нечем кого есть желание приезжайте работать но только должен предупредить работа тяжелая но за эту работу хорошо платить хорошо заработаете что нужно сказать люди разные приходят но как по себе покажет хорошо скажу еще раз повторюсь независимо первый год работаете или как я много лет работать вы получаете один и тот же трудок то есть заработок единственное что выслуга вас идет только с третьего года получаете одинаково со мной это ссылка кстати приду не предыдущим недавний выпуске есть этом о зарплате говорю вот так так что ничего страшного как себя покажете опять же но насчет трудовой дисциплины но это по моему не только у нас доверие сразу потеряете и теряете все то есть надеяться уже на что-то не стоит то все зависит от вас как всегда говорю все зависит только от нас виноватых искать не надо условия созданы не только у нас в компании наши большой такой нашим большой такой могучий стране россия как нигде всего доброго до свидания до встречи